Готовы? Всем хо! По традиции хо! Всем металл! Хо это все однообразно, я поэтому придумал как-то играл на гитаре и стал кричать хо, аккорд, квин. Кто-то хой, кто-то ой, кто-то хо. Ну а что и оригинальное, что-то свое, так же как, например, Чорт из пилота Юханга, какая тематика у него есть. Собственно, чем мы собрались, сегодня у нас будет. Надо что-то тоже свое придумать. Да, кое-что новое, с вами хочу познакомить человека, моего хорошего друга Келя, он уже у нас участвует в группе ВКонтакте, начинает делать статейки. Это я тот со страниц, который пишет вам всякое чтиво. Да, читайте, наслаждайтесь, подключайтесь, актива мало. Хочется больше. А, сегодня мы грустно. Да-да-да, куда-то уходит, приходит, вот движуха какая-то есть. Ну а что, я хотел просто представить, рассказать, что будет на канале, хотя мы сами не знаем, что за рубрика будет, немножко о себе. Да, немножко спонтанно. Ну, короче, все началось, наверное, с того, что я где-то годик назад подумал, блин, надо уже что-то себя пинать, надо уже что-то створить, надо уже что-то делать. И я, короче, нашел сайт, он назывался, называется, т.е. портноцензи.ру, и на некоторое время я стал выходить в прямой эфир на радио и делать всякие, не подкасты, даже целые рубрики про свои любимые группы, передачи. Вот, в принципе, это продолжалось где-то около полугода, но постепенно я перестал вывозить, потому что, блин, засранская работа. Работа не нужна. Ребята, если вы работаете, задумайтесь, зачем вы это делаете. Если она отнимает от вас личное Бобби, то бросайте эту работу и приходите на что-то более толковое, чтобы главное у вас сказалось временное творчество. Так вот, там, да, там было посвящено все моим любимым группам. Любимая музыка, ненапряжные такие эфиры, тем не менее, за два часа не успелся что-то наговорить, поставить, опять же, в музло. Вот. Но мне часто говорили, чувак, может, ты попробуешь видеоформат? Я думаю, ну, блин, видеоформат, черт побери, это же YouTube. Черт, как там вообще развиваться? В камеру, да. А, да, да, до сих пор не знаю, куда ты смотри. Да, вот по прямой смотри, там огонька, правда, не горит никакого. А, да, ну так вот, и, короче, вот как раз я познакомился с Ван Фальтом, и он предложил мне вести определенные рубрики. Я подумал, черт побери, у нас же пропадает целый пласт танк граунда, о котором можно рассказывать, о котором можно делать тоже определенные выпуски, и почему бы, черт возьми, и нет. Да, я думаю, что подключу товарища Келия в рубрику «В поисках уличных музыкантов», мы найдем каких-нибудь талантовых людей и попробуем дать им денежку, чтобы они сыграли все, что мы захотим. Если они не сыграют в моем доме, конечно. Да, мы с вами идем заходим. Ну, я думаю, 5 рублей мы пили. Ну, да, в принципе, да, на медной полотеннике это по-другому стоит. Ну, может, пока вы снимаете, а потом электричка тут уходит. Да нет, чисто символическую, ну, блин, так просить людей без мотивации. А, ну да, в принципе, мотивация... Надо найти их просто. Все мы свободные творческие люди, поэтому, само собой, нужен какой-то донат, чтобы кто-то что-то в этой жизни начал делать. Вот, но, тем не менее, думаю, что можно не ограничиться чисто на улицах, но еще и приходить громить клубы. Шучу, конечно. Просто, действительно, есть очень много, целая масса толкового народа, толковых музыкантов, которые пытаются свое творчество продлить, но их никто не замечает. И, как бы, собственно говоря, я думаю, у нас получится какой-то вспомогательный такой шажок для того, чтобы некоторые люди смогли рассказать о себе. И, опять же, хотя бы не забылись, потому что есть до хрена группы, допустим, из 2000-х годов, даже 2007-й, которые просто канули в лету, просто потому что такого еще формата не существовало, где просто приходил бы какой-то хер с горы. И что он рассказывал, припал. Да-да-да, и начинал просто их расспрашивать, чуваки, расскажите, потому что, блин, через год вы, возможно, развалитесь. Ну, как бы, не дай бог, конечно, дай вам бог просуществовать, но, тем не менее. А музо, допустим, отлично. И, как бы, про вас еще, может, действительно захотят узнать ребята, которые, там, откопают вас в 2014-м году. Так что, я думаю, формат вполне себе. Да, плюс, мы, как бы, уже обсуждали, может быть, ты что-то будешь рассказывать про каких-то знакомых групп, или известных, и менее известных, ну, в общем, что-то такое общение. Не пробился сам, пробивай другие, что называется. В общем, у меня, в основном, это каверы, мое творчество, какие-то, там, фесты, концерты, а тут у нас будет немного общения, потому что я посчитал, что общения на канале у нас очень мало, и, помимо меня, будут еще приходить разные люди, и мы будем вместе с Келем брать у них интервью, общаться, и... Ну, да, в принципе, главное, да, чтобы это было позитивно и незадумно, черт побери. Всегда, когда я пытаюсь написать, первое, что я, на самом деле, хотел написать в нашу группу, это какую-нибудь, ну, историю рока. Блин, я начал вспоминать, что я знаю про это, и черт побери, ну, открыл, естественно, всякие вспомогательные сайты, и как ты думаешь, естественно, там все, блин, пишут, ну, рок начинался с блюза, рок-н-ролла... Короче, занудина. Да, занудина, если ты хочешь, как бы, делать рок, делай рок, если ты хочешь говорить про рок, делай, делай так, и, как бы... Не, ну, у меня тоже юмор, там... Черт побери, полунтера! Есть ролик, где, короче, представлял ребят, косящих на киша, ну, как бы коллектив интересный, в какой-то степени, если их не представить, будет какая-нибудь фигня, ну, не заинтересовать, я взял, перекрасился в горшка, поставил шип там... Да, я смотрел... Оператор меня агрейдило, да, 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 даже фотки там были, и вот получилось что-то такое забавное, там, ну, вот, и я считаю... Блин, на самом деле, да, в последнее время замечаю, что очень много команд, которые вот именно пытаются повторить, ну, в принципе, я считаю, что это неплохо, потому что я считаю, что, да, если кто-то задал тон, и ты просто, как бы, настолько тебе это понравилось, то, пожалуйста, делай, ну, как бы, хочешь посылать всех нахер, посылай нахер, делай свое, это все имеет место быть. То есть у нас на канале будут и каверы, и фесты, и общение, ну, мы расширяемся. Да, надеюсь, творчество наше тоже будет, которое... Даже, наверное, долбаную чат-рулетку мы тоже когда-нибудь пустим, но это не точно. Но это не точно. Если мы совсем... Не будете смотреть, переберемся на ТикТок и будем пилить всякие засранские видео, которые вам не понравятся, которые будут вас отуплять. На трех аккордах. На одном аккорде, просто, знаешь, просто... Не важно, что это скребо, для нас и так красиво. Играл с ребятами просто, у нас приходил такой чувак, гитарист, вот, и он постоянно ловил уныние, потому что там был гораздо лучший чувак по скилу, и он просто такой, просто начинал наигрывать, постоянный пуст-рок, такое уныние вечное. Но, блин, блин, хорошие времена были, есть о чем вспомнить, есть о чем рассказать. Движуха была хорошая. Она на Переходах, помнится, игралась вообще круто. Да, в Переходах, кстати, реально отлично, ребята. Выбирались, там, в Автово на Московской играли, собирались, большие компании, круто тусили. Блин, ну, в Автово на Московской, да, там, на Тусовке были свои. Да, да, да. Блин, да мы сейчас зам, не так, на Тусовке. На Ком-то, на Черте. А, да, Черта, Ранма, все эти темы. Все это питерская движуха, да. Кто и не знает, мы с Питера. Вот. Но сейчас мы не в Питере. Где бутылочки? Затерянные во времена. Кстати, да, немножко об этом месте, что ты по поводу него думаешь? Да это какая-то чертовая дыра? Покрутиться. Попросим нашего оператора немножко это снять. Это чертовая дыра, на которой можно, если напишите нам что-нибудь в комменты, мы, наверное, спалим, на самом деле, это место, дислокацию. Короче, ребята, если вы играете в трек, метал, готик, рэп, рэп, нет. Я не знаю, может, нью метал. Да, нью метал. То, короче, ну или засранский хэви метал. Или панки. Да, короче говоря, если вы это все играете, не знаете, где снять клик, ну, мало ли, вам не хватает заброшек. Мы можем подсказать отличную локацию, где может разместиться целая киношная студия. Оператор, мы все сейчас умолим. У нас меняился сегодня оператор, и тут нас что-то пытаются как-то угарнуть. Ладно, шутки, шутки, шутками. Так вот, да, если есть идейки, то мы можем, если нет идейок, мы... В комментах, где это, если вы все-таки опознаете... А не используете идеи, мы здесь сами снимем такой клип, что вы потом офигеете. Возможно, да. Здесь все будет гореть актёром. Возможно, будет это какой-то приз, если вы угадаете, не знаю. Price. Струны те же. Как вариант, да. Кстати, да, мало ли кто-то здесь тусил, бухал. Ой, ладно, шутка. Да у нас люди приличные, что-то о чем-то, о чем-то. Действительно. Интеллигенция. Только Блэзер, только 2007-й. Виноградный день. А Лазарская долина. Что, не буду пиарить эти компании. Ютуб нас порежет, я уверяю. Ютуб доберется. Как бы, ну, блин, что еще сказать народу. Короче, блин, вы там не засиживайтесь, тоже творите какое-нибудь мозло, пишите нам, мы вас достанем. И, насколько я знаю, ты сам немножко занимаешься творчеством. Ну, постольку-поскольку... Стихи. Надо сказать, что у меня есть один трек, который более-менее божески записан, который можно слушать и который, ну, действительно приятно даже переслушивать. Кстати, фрагмент этой музыки я оставил даже как превьюшку к эфирам, что было классно. Ну, опенинг, типа. Ну, в остальном, да, стихи, понемногу всяких наработок музыки. Вот, в принципе, пишите, если кто-то захочет вдруг что-то услышать. Да, немножко какой стиль ограничился или у тебя разношерстный? Ну, в принципе, от фолк-рока до пауэр-метал. Есть даже, до сих пор обитает где-то в мозгу, на пространствах мозга, идея записать какой-нибудь такой классический эталопауэр. Но пока что пишу тексты, пишу отдельные фрагментики. Надеюсь, все-таки засядь за гитар-про и записать это все. Но, честно говоря, я жутко неусидчивый и жутко непоследовательный человек. Так что, не знаю, просто уговаривайте меня. Да, да, да. В общем, формат будет, я не знаю. Ну, блин, от чего-то такого серьезного вряд ли получится. Да все, что играют наши ребята, я думаю, все это будет. Потому что, я думаю, никто у нас сейчас не страдает фухсовщиной, не будет говорить, что это true, это не true. Есть хорошие команды, которые исполняют фолк. Есть хорошие команды, которые исполняют панк. Есть отличные команды, которые играют пауэр-метал. Но их жутко мало. Играйте пауэр-метал, ладно? Хоть кто-нибудь, пожалуйста. Вот. Панков тоже мало стало нормально. Да. Вот. Передаю привет своим знакомым из Никер Брикес. Вы молодцы. Вы классную музыку делаете. Да, сняли мы Биллтайм. Биллтайм. Смотрел? Биллтайм. Не приезжайте на Биллтайм, ребята. Ладно, шучу. Конечно, приезжайте на Биллтайм. Ездите по фестам. Иначе, ну, как бы, зачем это все делается? Для того, чтобы... У нас много всего будет еще в дальнейшем. Мы туда съездим куда-нибудь, я думаю, вместе. И снимем какой-нибудь ролик. Потому что одному так забавно. Да, я думаю, мы, да. Мы к этому времени уже как-то аформатимся. Будем уже такими известными, как этот самый, как Сэм Дан, который снимал путешествия металлиста, который брал камеру и ездил на Вакен, Open Air. И разговаривал с самим Дио, с самими... Привет Юрику, которого мы брали интервью. Надеюсь, смотрел. Да, ну, Крымзенрайт. Да, да, да. Сред серых стен где-то там... О, кстати, стены. Да. А, подожди, ты про серые стены. Черт. Сорят. А, не, Юрик, да. Да, да. У нас несколько Юриков. Нет, там Юрика нет, там Пам Ваня. А, да. Ну, короче, ладно. Да, все всякие такие ребята веселые. Ну, всем привет им. Передаю привет своему колхозу красная звезда. Леонид Якубович. Я передал всем к огурцам, как попросили. Так что, да, так что всем привет. Подписывайтесь на канал. Следите за Келем. Ставьте лайки. Колокольчик, лайки. Звоните в колокольчик. Подписывайтесь на наш инстаграм. Которых у нас нет. ВК есть группа. ВКонтакте, да. Потом будет ссылочка, наверное, в описании. Ссылочка внизу. Ой, не там. Там. Так только не делать. Да. Хотя. Ладно. Любая активность нам поможет. Дайки тоже ставьте. Да. Пишите, какие мы. Я думаю, нормально. Сосранцы. Говнори. Панкроп. Турбохоя. Только на нас держится дверуха. Все спишет Панкроп. Да. Нам уже все убежим. В общем, да. Насчет радио тоже хотел сказать. Я тоже же тусил на радио. Волнорез. Вот. Эфиры. Тоже интернет радио. Да. Ну да. Интернет радио спасает. Радио Горшенева у нас тоже в память Горшка. Потом Сварт-ФМ моя станция была. О, Сварт. Черная. Черная. Да. Сварт-ФМ по-норвежски черная. Я немножко знаю норвежский. Потом, ну, Рок-Атака еще была. А. Вот. И там, да, ребята сейчас раскрутились. У меня тематика была приглашать группы. Ну, мне неизвестные. Да, там с Крыма много было. И брать интервью. Вот это за что. О, с Крыма-Симферополь как раз абордаж. Да, да, да. Потом у нас были баттлы среди этих групп. О, чеки. Да, все опиарили. А, то есть, типа, это самое ставить строки. Да, да. И там все голосуют. Зарабатывайте бабло. Да, да, да. Потом тематические херы были. У ребят как раз Света с Крыма отрубили. Они там в эфире пропали. А что играли? Они играли голодный зверь. Они играли какой-то такой хард-роу. О, ну хард-роу. Это прям прям молодцы. Другие панки были. Нью-металлисты были. В принципе, ничего. Всего как бы, что называется. Да, да, да. Да. Вот всякие такие форматы были. Но в основном, да, вот это и такой разговорно-общительный. Кто-то звонил в эфир, где-то там дурач. Блин, офигенно. Да. И треки ставили. Только чат писали. Всякую ерунду. Вот, все, в принципе. Потом эра волнореза ушла куда-то. Да. Пытались сделать уже там сервер с радио. От этого отказались. Потом вот YouTube. Вот новый человек. Все, все познакомились. Я думаю, хватит. Да. На сегодня. Да. Ждите нового видео. А скоро у нас, я думаю, выйдет новая часть с Билльтайна. Фаер-шоу, третья. И по просьбам хейтеров с Билльтайна мы сделаем вам полное видео с оригинальной дорожкой. Вы сможете услышать весь ор, крик. Блин, только у нас так к хейтерам относятся. В другом месте вас бы послали в жирную задницу. Мата, я думаю, запикаем, наверное. У нас не так уж много мата было. Не, а на Билльтайне-то? Да, да. Тогда готовьтесь к одному звуку. Потому что там такой жесть. Аж руки вот так уже. Белый шум просто, знаешь, наложить. Не, ну там они, наверное, обиделись, что там барабашки такие прикольные. Мы ставили ему звуку. На, я примерно представил, о чем ты говоришь. Да, там были с барабанами отличные ребята. Как раз на них-то и пришел. Вот, видимо, они и обиделись, что не было их. Хотя у нас отдельное видео по ним есть. Кто не смотрел, может посмотреть. Там их много. Ну и, собственно, у нас темнеет. Пора нам отсюда с этого трешевого места. Тут же сатанисты придут. Да, но их место как бы забили. Сегодня придется уступать. Да, но там все про расписание. Вы понимаете, что это просто современный лофт. Через день здесь банкет. Где-то там Вася тряник-банк валяется. Проснулся, да? А ушел уже. Все, Вася, пока. Всем пока. Все, Тюк, Мурик, тоже привет. Субтитры сделал DimaTorzok